Дорогие братья, дорогие сёстры, все гости нашего собрания сегодня. Мы с вами продолжаем изучать первое послание апостола Павла к Римской Церкви. И сегодня мы с вами завершаем 11 главу. Сегодня будет чуть проще работать с текстом. У нас сегодня будет только два стиха для исследования. И начну я с цитаты, прежде чем мы с вами прочитаем текст Писания. Самый первый в истории России съезд христиан протестантских исповеданий случился в городе Санкт-Петербурге в 1884 году. Собрались они по приглашению местных верующих. И вот 1 апреля, я цитирую документ, который составил граф Модест Модестович Корф, был один из тех, кто пригласил их, в Петербург съехались 70 братьев со всех концов нашей Родины. В их честь прошли приемы в домах местных олигархов, я добавляю, в домах Пашкова, Корфа, Ливин, Гагарина и Голицына. Это разного рода великосветские люди. И вот он пишет. «Один день они обедали у Пашкова, на другой день их с великой радостью угощал граф Корф, на третий радушно угощала княгиня Гагарина. На съезде присутствовали люди разных сословий. Много было крестьян в своей простой одежде, прибывших с ложкой за одним голенищем сапога и с гребнем за другим». На заседании среди крестьян, служащих, рабочих, мастеровых сидели князья, графы, бароны, дамы великосветского общества. Вот так каждый день заседания съезда и обеды проходили у разных господ, то, конечно, было бы интересно узнать, как люди общались между собой. И вот на одном из обедов у графа Корфа особое внимание всех привлекал одетый по национальному обычаю украинский крестьянин. Он был в шароварах и сапогах, причем одна штанина в сапоге, другая сверху сапога. Длинноволосый, с длинной бородой, одетый в красную рубаху, он был усажен на одно из первых мест. И все присутствующие скоро узнали, что это Рибошапка, один из известных героев веры, стойко последовавший за Христом. Ему подали обед на золотой тарелке с изысканного сервиза. Рибошапка с удивлением рассматривал тарелку и что-то зашептал. «Что ты говоришь?» – спросил его граф. Рибошапка ответил. «Тарелочка, тарелочка, ты бы затанцевала, если бы узнала, какие гости сегодня здесь». Граф вместе с супругой Еленой Михайловной, обслуживающей гостей, пояснил, что этот золотой сервиз получил его отец лично от царя в подарок и что он подавался только гостям из сарской семьи. «Сегодня же я подаю это вам, дорогие братья и сестры, и дорогому Рибошапке, выражая этим свое почтение», сказал Модест Модестович. Вот такие были первые евангельские верующие в России. Вне зависимости от положения, статуса, богатства, образования, они собрались вместе и почитали за большую радость поклоняться Господу Христу, искупившим их вместе. Но вот мы, читая послание Коринфянам, видим, что там такого не происходило. Они делились на своих собраниях, отмежевывались друг от друга, отделялись друг от друга. Так что даже их собрания во имя Христа свечили Господней, по словам апостола Павла, вовсе и не были такими. И даже приносили вред, оскорбляли Бога, уничижали друг друга, что Господь, как любящий Отец, начинает их воспитывать. Мы читаем, что некоторые из них были немощны, больны, и даже были те, которые умерли. Апостол Павел рассказал о богословии Вечери Господней, о том, как она должна совершаться. И сейчас мы с вами, вставшие вместе в знак почтения и благодарности Богу, прочитаем финальные наставления апостола из этой 11 главы. Последние два стиха. Они лягут в основу сегодняшнего нашего изучения. 33 и 34. «Посему, братья мои...» Он обращается не только к мужчинам-братьям, но и ко всей церкви. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть есть дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду». Мы помолимся коротко. «Боже, это Твое слово на первый взгляд кажется совсем простым, но здесь столько много богатства. Некоторые вещи Ты показал мне во время моей подготовки и изучения. Некоторые, я полагаю, еще не вижу. Но я молюсь о том, чтобы Ты благословил всех нас, не только увидеть Твою истину, но иметь благодать Твою, чтобы воплотить ее в нашей жизни. Даруй нам покорность Твоей истине и радость от ее приобретения. Благослови, чтобы наши собрания, как общины, были во славу Тебе и в пользу и назидание всякому человеку». Ты знаешь, с каким настроением и состоянием все мы здесь находимся. Ты уже много с нами разговаривал через молитвы, пение, свидетельства, благословения. И ныне молимся, продолжи с нами беседу через свое слово. Пусть Дух Святой Твой работает в нашем собрании. Просим Тебя, Триединого Бога, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, друзья, садитесь, но Писание не закрывайте, потому что оно нам крайне необходимо. Это сегодняшний финал изучения. Здесь мы видим три финальных рекомендации от апостола касательно собрания, именно посвященного Вечере Господней. Он говорит здесь им ждать, заботиться о других и улучшать порядок на самом собрании. Поэтому мы сегодня поговорим с вами о трех моментах. Во-первых, поговорим об индивидуализме, о потребительстве и нарциссизме в христианской среде. По крайней мере, начнем разговор, потому что этот разговор будет серьезный, продолжительный, потому что Павел об этом потом будет говорить в последующих трех главах. Итак, во-первых, индивидуализм. Смотрите, Павел говорит в 33 стихе «Братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите». Изучая послание это, мы видим, что среди верующих в церкви были разделения. Кто-то любил того или иного проповедника, кто-то был более благородный, чем другой, кто-то был более богатый, чем другой, кто-то был, кажется, более умный, чем другой, или, по крайней мере, так считалось себе. И вот на этой почве и, возможно, еще какие-то основные причины, которые становились основанием, чтобы делиться дальше друг с другом. И особенно мы действительно на собрании вечеря Агапы, где совершалась вечеря Господня, наблюдалась дискриминация, особенно бедных или менее благородных членов церкви, что, несомненно, разрушало их и общность, и единство общины. Людям с разным жизненным опытом, с разным состоянием материальным было непросто становиться единым в собрании святых. Вот особенно это ярко проявлялось на их трапезах любви Агапы. Они приглашались с Господом за одним стол, но сидели порознь, даже в разное время, по сути, пренебрегая смертью Христовой. Павел был огорчен, он отмечает, что они пренебрегали друг другу, даже в стихе 22. Давайте посмотрим еще раз, вспомним этот текст. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Павел отмечает чуть дальше, и мы об этом говорили в прошлый раз, что их болезни, их немощи, даже смерть некоторых членов церкви в Каринфе объясняется их недостойным поведением по отношению к Господу. Это выражалось в пренебрежении верующих и вечерей Господней. Это Божья дисциплина. Она была не для разрушения, а для вразумления, для исправления. Поэтому была надежда на восстановление и исцеление тех неразумных гордецов. Друзья дорогие, мы все с вами дети своей культуры. Мы все с вами дети нашей культуры. Мы приходим в церковь со своим багажом опыта, со своим личным мировоззрением, представлением, ожиданием, которое по определению не является евангельским. Никто из нас не приходит сюда знающим Евангелие прекрасно и практикующим его регулярно в своей жизни. Так было все времена. Так было и в Каринфе. В то время в Древней Греции процветал религиозный индивидуализм. Впрочем, он является реальностью и нашего времени. Люди часто приходят в храм поставить свечку, помолиться. Люди приходят на собрания, даже сюда, думая о своих проблемах, стараясь решить свои задачи. прежде всего мы являемся эпицентром или центром или фокусом нашего внимания, когда приходим даже сюда, в собрание святых. Да и в конце концов понятно в Каринфе, почему так было много трудностей с индивидуализмом, потому что Павел вынужден был говорить много, многократно, затрагивая разные проблемы, связанные с пониманием, применением личной свободы. И вот этот привычный индивидуализм, этот эгоцентризм очень ярко проявлял себя, как мы видим, в Вечере Господней. Богатые начинали прием пищи чуть раньше бедных, все-таки они могли управлять своим расписанием лучше, тем те рабы, те ремесленники, те мелкие торговцы, которые должны были находиться в своем рабочем месте до самого последнего часа. И, возможно, эти более бедные или менее состоятельные люди приходили, но, очевидно, приходили позже, приходили уже, когда преломление хлеба случилось, то есть, когда уже покушали еду, они походили только скорее к концу ужина, который обычно завершался, заканчивался чашей, поэтому они оставались голодными, расстроенными, некоторые из них приносили, не могли принести много еды. получалось так, что одна вечеря была у одних, другая вечеря была у других, и, если быть более точным, как говорит Павел, их собрание не походило вовсе на настоящую вечерю. И вот на этой трапезе люди становились виновны против тела Христова и, в конечном итоге, против своей церкви. Слова Павла здесь не просто о единстве церкви, а единстве внутри общины, потому что последующие три главы, где он говорит о духовных дарах, о применении, о любви, показывают, что это больше, чем о разъединении. Это показывает о том, что любви Христовой мы бы там не нашли, мы встретили бы там эгоизм, который царствовал в собрании. Ингидуализм, дорогие, все сильнее, и сильнее охватывает нашу сегодняшнюю культуру. Культура нашего общества, наше окружение. Люди желают быть независимыми во всем, от всего, отличаться от других, быть уникальными, ну, по крайней мере, так себя ощущать. Конечно, нам бы хотелось сказать, что благодаря вот такому стремлению к независимости, к индивидуальности, люди должны стать более самостоятельными, более ответственными, но в реальности мы все чаще и чаще встречаем самолюбивых, безответственных людей. И вот наш сегодня отрывок помогает нам поразмышлять о проблеме индивидуалистического мышления и церковной и церковной общинности. С самого первого стиха Павел призывает нас рассматривать свою христианскую жизнь в контексте церкви, а не через наш независимый индивидуализм. Он так и говорит, смотрите, «Посему братья, собираясь на вечере, друг друга ждите». И здесь буквально несколько важных моментов, которые стоит отметить. Во-первых, христиане – это люди общины. Христиане – это люди общины. Они названы здесь братьями, то есть это не просто какие-то чужие люди, но это духовно родные друг к другу. Они не чужаки, не незнакомцы, они являются близкими людьми. Это духовная семья, они собираются вместе регулярно. Эта регулярность встречи божьих людей проходит через все Писание. Народ Божий всегда собирался вместе. Нет ни одного текста Библии, где бы верующие побуждались или получали повеление от Бога изолировать себя от Божьего народа или собрания святых. Мы можем вспомнить самый первый, вероятно, библейский пример, такой яркий пример, где человек отделил себя от народа Божия. Я имею в виду Лота. Лота делился от Авраама. Мы знаем, что Авраам стал тем, кого избрал Бог, чтобы начать формировать Божий народ в том древнем мире. И мы знаем, что ситуация с Лотом стала плохой, когда он делился от Авраама, и потом стало еще хуже. Простой, принципиальный, духовный факт. Нет такого понятия, как христианин-одиночка. В Божьем замысле такого, в принципе, нет. Даже наше с вами личное спасение, оно не является приватным. Оно является моим личным, ведущим меня в общину. Оно, спасая лично меня, открывает для моего сердца двери принятия других. Оно не замыкает меня в какое-то отдельное индивидуалистическое исповедание веры, но ведет меня в общее, корпоративное, общинное исповедание моей веры. Оно ведет меня в общину Божьих детей, таких же, как и я, спасенных по Божьей милости и благодати. Хотя мы, конечно, можем столкнуться с плохой христианской общиной, где, может быть, немало проблем во взаимопонимании и отношениях. Но решение это не побег, это не изоляция себя от церкви. Если у нас столько много разводов в обществе, то это не значит, что Божий институт брак, семья исчерпал себя. Если мы сталкиваемся с деспотизмом, например, церковных служителей, токсичной церковной атмосферой внутри общины, неблагочестивым поведением христиан, то это не значит, что поместная церковь нам не нужна и нам будет лучше для нашего личного духовного развития отдельно от всех пытаться строить отношения с Богом в неком одиночестве. христиане собираются вместе, и это факт, это данность, на которую здесь ссылается Павел. Их общность, их жизнь должна определяться не их собственными представлениями, предпочтениями, ощущениями, восприятиями, обидками, симпатиями, антипатиями. Понимаете, у Бога нет любимых и менее любимых детей. Вот для нас это кажется каким-то кощунством, каким-то кошмаром, когда кто-то из родителей скажет своему ребенку, вот тебя я люблю больше, чем вот этого своего ребенка. Я вспоминаю, когда мои дочери спрашивали меня, будучи помладше, папа, а ты любишь кого-нибудь больше из нас? И это, конечно, ну, абсурд. В нашем даже обычном человеческом сознании сказать, да, вот тебя я люблю больше, дорогая доченька, чем вот тебя, моя дорогая доченька. Но если родители, к сожалению, так могут поступать, хотя мы считаем, что это неправильно, то Бог, будучи совершенным родителем, не имеет любимчиков. Если мы хотим приходить к Богу и говорим, Господи, люби меня, пожалуйста, но брата своего не любим, то тем самым мы хотим сказать, Господи, я твой любимчик, а он плохой. Меня люби, а его задвинь. Но Бог не такой. Он не такой странный родитель. Он любит своих детей. Одной, я скажу слово, одинаковой любовью. поэтому нам не следует убегать, отделяться или как-то превозноситься в его семье по отношению к другим, считая себя более значимым, более любимым, более ценным. Бог так не думает. Мы можем так думать, но Бог так не думает. Во-вторых, христиане это слуги, а не потребители. Павел показывает своим читателям, что когда они собираются вместе, то им следует искать взаимные пользы, чтобы не причинять осмысленные или неосмысленные даже вред друг другу, как он говорил в 17 стихе. Каждый думал тогда в Каримской церкви о себе и о своих потребностях так сильно, что Павел говорит, что их собрания для вкушения вечерей даже нельзя назвать такими собраниями. Это стих 20. Вот беда в том, что культура потребительства давно вошла не только в наше общество, но и через нас с вами, а мы с вами дети своей культуры, она также перекочевала и в церковное сообщество. И люди смотрят на церковь потребительским взглядом. Например, когда гости приходят в поместную церковь, то их обычный вопрос, который у них возникает в сознании, что я могу для себя здесь взять, что я могу получить для себя в этой церкви. И если гостей я бы даже не поругал за такое мышление, но в конце концов невозрожденных, не церковных людей зачем ругать за такое мышление, оно свойственно, привычно, обычно человеку. опознавшего Божию благодать, который продолжает так мыслить, то и я бы поругал его. Потому что человек, познавший Божие прощение, испытавший Божию благодать, живущий в Божьей милости, он приходит в собрание с вопросом, что я могу дать другим, как я могу им послужить во имя Иисуса, который искупил меня и спас меня и по сей день продолжает заботиться обо мне. Павел говорит, друга ждите, неужели так трудно дождаться брата и сестру, если Бог ожидал так долго твоего покаяния. По сути, мы говорим о культуре консюмеризма, но о нем мы чуть позже будем, об этом будем чуть позже говорить. И третье, христиане, это люди и любви Агампе. Господь и вечерей это семейная трапеза. И господин семьи, наш Господь Иисус, желает, чтобы его дети любили друг друга и заботились друг о друге. Истинный христианин, он не может приблизиться к своему Господу, не любя другого человека, собрата по вере. Как мы можем помнить о смерти Господа за нас, нечестивцев, бунтарей и самохвалов, самолюбов, и не любить другого. Иоанн говорит в своем первом послании, 4 глава, стих 11, «Возлюбленные, если Бог так возлюбил нас, то и мы должны любить друг друга». Поэтому он повелевает здесь христианам друг друга ждать. Причем слово ждать, оно имеет несколько интересных оттенков, нюансов. Я парочку отмечу. Во-первых, он говорит здесь о терпеливом ожидании. Христиане будут с терпением и великодушием заботиться о своих братьях и сестрах. Они будут планировать, как участвовать в жизни общины. Они будут подстраивать свой календарь и расписание под нее, откладывая в сторону свои личные предпочтения. Друг друга ждите. Кроме того, повеление ждать друг друга это всего лишь одно из 50 таких повелений в Новом Завете, которые мы называем друг друга. Это выражение часто встречается в Новом Завете. И оно показывает, как христиане призваны взаимодействовать друг с другом. Вот внутри церковной семьи. Ну, например, члены церкви признаны заботчество друг о друге. Это 1 Коринфянам 12 главе мы будем читать в 21 стихе. Утешать друг друга 2 Коринфянам 13 глава стих 11. Быть единомысленными между собой римлянам 12-16. Служить друг другу галатам 5-13. Носить бремена друг друга галатам 6-2. Прощать друг друга эфесянам 4-2. Слышите, друзья? Прощать друг друга. Если я пришел в собрание и ожидаю Божьего прощения, как я могу не простить своего брата или сестру? Вот таких текстов, которые говорят друг другу, очень много, но мы, полагаю, уловили со мной мысль. Христиане не чужие друг к другу. Они участвуют, заботятся, взаимодействуют друг с другом. Поэтому простые вопросы для себя стоит задать. «Как я вижу свою поместную церковь? Как я вижу себя в ней? Насколько это представление, видение согласуется с Божьим замыслом? Нет ничего более прекрасного, как поместная церковь, живущая по Божьему замыслу, являющая красоту Евангелия в этом мире. Это прекрасная картина. Это лучше даже, чем самая хорошая семья. Любящая друг друга. Друзья, дорогие, мы не можем поправить свое духовное здоровье или здоровье своей семьи вне поместной церкви. Если я отделяю себя от поместной церкви, я отделяю себя от необходимой Божьей благодати для исцеления моего сердца, моего дома, моей семьи, моего мужа или моей жены. Во-вторых, вот это еще один второй нюанс этого слова «жедать». Павел, давая такое повеление, он надеется, что христиане раскаются за свое отношение к вечере, друг к другу. Это раскаяние проявится в том, что они будут приветствовать друг друга, принимать друг друга не на основании статусов, положений, доходов. Вечеря будет совершаться не для утоления голода тела, а для укрепления внутреннего единства церкви. причастие будет провозглашением смерти Господней, когда Иисус послужил нам, отдал себя для искупления многих. Наблюдать собрание во имя Иисуса с вечерей Господней, где отсутствует дух братского единения, служения друг другу, это невозможно. Это больно, это прискорбанно. Поэтому это слово «ждите» оказывает коринфянам, чтобы они собирались в братской атмосфере, чтобы быть готовыми послужить друг другу, возможно, даже поделиться своей едой, дождавшись других, а не как это было в 21 стихе описано, когда они ели, упивались, а другие голодали. Ведь само слово «ждите» оказывает на важность проявить гостеприимство, принятие других, а не просто подождать по времени, когда они все соберутся. Вечеря Господня должна показать, что между нами нет никаких разделений, каких-то линий, разделяющих нас, каких-то стен, ни социальных, ни политических, ни этнических, ни статусных, ни материальных, ни интеллектуальных, ни половых, ни каких-либо еще. Во время Вечеря Господней каждый из нас должен вспомнить, что мы все согрешили, каждый согрешил и лишены славы Божьей. И только милость Божия, Божья благодать нам дает право оказаться у стола предложения быть в Божьей семье. Индивидуализм это чуждая идеология для Церкви Божьей. В конце концов, даже сам Бог наш Триединный, где есть совершенная гармония отношения трех личностей и постасей Божества. Вторая большая беда, которую мы здесь видим в этой Церкви, которая имеет место в нашем сегодняшнем сообществе, я это отметил, консюмеризм или потребительство. Смотрите, Павел говорит здесь в начале 34 стиха такое слово, а если кто голоден, пусть ест дома. Вечеря Господня это не время для самоудовлетворения или потворства себе, а для взаимного назидания, как он говорит в стихе 26. Вот если это не остановится, то Бог продолжит их воспитывать, наказывая, вразумляя, обличая, дисциплинируя. Поэтому Павел говорит, чтобы коринфяне, особенно состоятельные люди, проявляли самодисциплину и меняли свои сердца при действии Божьей благодати, чтобы могли дождаться всех на вечерю и только потом начинать эту встречу. Апостол, конечно, ожидал, вероятно, такое, знаете, возможное возражение. Но почему нам ждать? Мы же голодные. Зачем нам ждать? Еще, может быть, несколько часов, когда все эти работяги придут или все эти люди соберутся. Мы хотим кушать. И кажется, что Павел отвечает с негодованием. Стих 34 это строгое апостольское слово. Он отвечает, если голодны, ешьте дома. Мечали Господни установлены не для этого. Если это было покушать дому, да и творить свою потребность в идее, если она такая есть, и прийти в церковь ради Христа и служения своим ближним. Причем здесь надо заметить, что Павел не дает такой банальный совет, что стоит покушать перед богослужением. Но он здесь подчеркивает их общинность, их общность, что собрание церкви это не место для моего личного насыщения, моего собственного удовлетворения, моего личного самоутверждения. Скажу даже больше. Если бы Павел дал совет людям, что вы там наесть, как бы должны накушаться дома, а потом прийти на собрание, то Павел был бы неправ здесь, потому что тяжело быть на собрании таким наевшимся, зная, что с тобой рядом стоят люди, которые голодают. тяжело поклоняться Богу, зная, что у твоего брата или сестры большая проблема, и ты мог бы им помочь, а ты не помог. Тяжело поклоняться Богу, который так много благословляет тебя и заботится о тебе, а ты даже рукой не ударишь, чтобы помочь своему ближнему брату или сестре. И потом Павел вряд ли сказал, вы там накушайтесь, чтобы вам спокойно потом наравне с голодными терпеть. Нет. Более того, поступить так, это оскорбить Господа, это уничижить своих братьев-сестер. Я расскажу больше, Павел здесь не предупреждает читателей, типа, ну покушайте дома, чтобы на собрании было легче. Вдруг вам не хватит бутербродов из того пищеблока, как мы называем. Вдруг вам не хватит еды на этой вечере любви. Поэтому покушайте, предварительно дома. Это повеление покушать дома, вот это вот такое огорчение с негодованием Павла, вы кушаете дома, если вы приходите туда кушать собрание. Оно связано с предупреждением 17 стиха, что они собираются на худшее, что они приносят вред своим поведениям. Если вы приходите ради своего желудка, говорит Павел, то кушайте дома, потому что надо приходить ради Бога и ради моих братьев и сестер. Встреча церкви не для этого, встреча церкви не для потыкания вашим прихотям, не для того, чтобы возвысить ваше эго еще дальше, не для того, чтобы самоутвердиться, самореализоваться, не для того, чтобы показать, какие вы особенные, а для того, чтобы послужить другим ради Божьей славы. собрание церкви призвано подчеркнуть духовное единство и укрепить видимое. Поэтому кушайте дома, если можете, принесите с собой еды другим, у которых этого нету, так, чтобы они могли восполнить свою нужду через ваше служение. Апостол призывает их сущности поделиться тем, что у них есть, а не оправдываться. Поэтому эта фраза, если кто голоден, пусть ест дома, говорит о том, что коринифяне приходили на собрание с правильным мышлением, а не просто с забитым желудком. И Павел объяснил чуть выше, что приходить с неправильным отношением, это значит навлечь на себя корректирующий Божий суд. Как можно? Это благословенное время общения, единения, благодарения, извратить и превратить во время разделения, превозношения и осуждения. Если кто-то сегодня в нашем собрании сидит и осуждает своего брата, то я хочу сказать вам, Бог будет вас судить. Поспешите сегодня же подойти к этому брату или к этой сестре и поискать примирение. Сущностью упало в этом отрывке три призыва в этих двух стихах. Думайте других обо всей общине, то есть нет самолюбимого индивидуализма. Во-вторых, не уничижать других, то есть нет горделивого превозношения. И в-третьих, поделиться с другими, то есть нет эгоистичному потребительству. Я постоянно наблюдаю, как наше общество живет, чем оно живет, какие новые идеи появляются, какие, может быть, парадигмы доминируют в нашем сегодняшнем окружении, в нашей культуре. Последние годы я прочитал очень много статей, размышлений о браке, написанных светскими людьми. Особенно по вопросу, что считается, что лежит в основе крепких отношений, верности, посвященности в браке. Как вы думаете, друзья, что большинство современных журналистов, писателей, исследователей, психологов считают в основе крепких отношений? Большинство из них считает, что за это отвечают романтические чувства. Романтические чувства. Ваш партнер должен быть тем, кто восполнит ваши нужды и сделает вас по-настоящему счастливым человеком. Вот такое мышление, оно давно уже доминирует в нашей культуре, в нашем обществе. И вот это мышление, оно пришло к нам в церковь, потому что мы дети своей культуры, мы продукт нашей культуры. оно пришло в церковные круги, где церковное членство рассматривается через светскую культуру, культуру чувств и романтики. Многие люди разочаровались в поместной церкви, потому что она не смогла соответствовать их представлениям, ожиданиям, их ощущениям. А вот эти представления, они были во многом сформулированы, навязаны светской культурой. Их ожидания касательно отношений, любви и совместимости оказались нереализованными, они разочаровались в той или иной церкви. Поэтому я сегодня немного поговорю о членстве в церкви через призму взаимоотношений в браке в контексте культуры потребления или потребительства. После того, как человек попал в церковь, начинается его медовый месяц. Медовый месяц. Некоторые это помнят. Все отлично, все радушно, все перспективно. Ну, прям как вот в браке. Это самая лучшая женщина, какая только может быть. Это самый потрясающий мужчина. Такие розовые очки. Кто-то скажет, да нет, мы прошли их раньше, до брака. Ну, некоторые приходят в таком состоянии в браке, потому что это романтические чувства отношения. А потом мы начинаем замечать все больше проблем и недостатков друг в друге, ну, и, соответственно, значит, в церкви, чем ее преимущества и полезности. Проповеди становятся слишком прямыми, слишком небиблейскими, слишком скучными, слишком длинными, ну, и можно продолжить. Некоторые служения церкви кажутся ненужными или странными. То, что делаю я, это важно, а то, что делают другие, не принципиально. Малая группа перестает удовлетворять нашу потребность в общении и назидании, ну, по крайней мере, не в том объеме, как мы хотели. Потом все становится более личностным. Некоторые, ну, нужно сказать так, нужды некоторых людей в церкви покушаются на нашу личную свободу, на наше расписание, наши планы. Появляются члены церкви, которые согрешили против нас, не сознавая зурья, сильно они нас оскорбили и затронули, или огорчили. Некоторые, даже члены церкви, не знают, что они нас обидели, мы просто обиделись сами и обижаемся сами, никому не говоря. И мы начинаем думать, вообще, в правильную ли церковь я пришел? Вообще, куда я попал? Как можно быть верующими и так жить? Это мы думаем про других, не про себя. Мы-то можем спокойно обижаться и обвинять, и ругаться, и что-то делать или не делать. У нас-то как бы все правильно по справедливости. Это вот у него, это муж мой такой плохой, это жена моя такая ужасная, это церковь такая плохая. Ну, поначалу себе говорим, ну, конечно, идеального мужчины нет, идеальной женщины нет, идеальной церкви нет. Мы даже другим это говорим, хотя уже сами начинаем в это не верить. Потому что во мне появляется сверлящий в меня мое сердце, мою душу вопрос, стоит ли оставаться в этой общине? Но проблема с этим вопросом, заключается в том, что он предполагает, что церковная жизнь, впрочем, как и семейная, не должна быть трудной. То есть все должно быть вот так, как вот в медовом месяце. Мы поехали куда-то в отпуск, ничего не надо, работать не надо, живем вместе, и вот все прекрасно, другую любим, чувства вспламененные, отлично, он завтрак в постели, она улыбку, ну и так далее. Вот такой этап особенный. И мы думаем, что он должен продолжаться бесконечно. И мы не должны встречать ни разочарований, ни обид, никаких ранений со стороны кого-либо, ну особенно других членов церкви или ее руководителей. Но вот такое мышление показывает нашу внутреннюю глубокую приверженность потребительству. Если ожидаемые преимущества перевешиваются его неудобствами, ожидаемые преимущества членства, например, то мы серьезно задумываемся, стоит ли оставаться в этой общении. К сожалению, некоторые христиане оказались ловушкой бесконечного цикла такого типа анализа затрат и выгод. За годы своего служения, а это в моей жизни седьмая церковь, и я уже не говорю о том, что я много трудился в других разных площадках и внутри руководства нашего братства, я заметил, что обычно люди не покидают свои церкви в причине несогласия с бюджетом или с какими-то церковными правилами. Обычно они оставляют церкви, как люди поступают в разрушающихся браках по причине недостатка глубины отношений и сердечной привязанности. Другими словами, многие христиане покидают церкви, потому что им просто кажется, что они несовместимы с этой общиной или потому, что их отношения становятся какими-то суховатыми, прямо как в семье. У нас неразрешимые противоречия, поэтому мы разведемся. однако личные отношения не предназначаются для того, чтобы служить основой для нашей посвященности по местной церкви. Это просто иллюзия, это самообман, это миф. Если мы будем рассматривать отношения как основу нашей принадлежности, мы быстро попадем в парадигму потребительства, удовлетворение наших личных потребностей, как нам навязала наша современная культура, светская культура консюмеризма и привела к такому количеству разводов, у меня кончились чувства, извини. Давайте будем честными, не будем обманывать, ничего у нас уже нету, никаких отношений. Я больше ничего не чувствую. Ты не оправдала моих ожиданий, ты разочаровал меня и так далее и тому подобное. Однако, вместо того, чтобы идти на поводу нашей светской культуры потребительства, Библия предлагает нам строить отношения на основании завета, завета посвященности, прежде всего, Богу, Его принципам, и потом уже строить отношения друг с другом. То есть, мы, как церковь, как члены церкви, посвящены Богу и друг другу не на основании наших чувств, эмоций, отношений межличностных, а на основании послушания, покорности, Божьей замыслу. И когда мы даем это посвящение друг другу, заветное посвящение, вот тогда рождаются более зрелые чувства, более зрелые глубокие отношения, более близкие, более близкие взаимоотношения. Если этого не будет, мы не испытаем близость ни в браке, ни в церкви. Чувства могут меняться, но посвященность остается. Без этой предварительной посвященности наших чувств никогда не достигнут зрелости. Это справедливо как в браке, так и в общении. Мы посвящаем себя друг другу на основании истины и ради Христа. И это рождает близкие, настоящие, честные взаимоотношения, где могут появляться теплые, настоящие, сердечные взаимопонимания. Вообще сам христианский консюмеризм имеет несколько ключевых характеристик. Это вообще большая тема, но я отмечу четыре, чтобы прийти дальше. Во-первых, он рассматривает церковь не как сообщество верующих, которому нужно послужить, а как площадку, где я могу что-то получить для себя, для своего эго, например, или просто для своего кармана. Во-вторых, он рассматривает церковь как хорошую возможность для построения эмоциональных, профессиональных и прочих полезных взаимоотношений. Ну, в конце концов, в церковной среде скорее всего я могу найти более-менее верного партнера по бизнесу или работника или может что-то еще, чем в светском мире. В-третьих, церковь это как некий торговый центр различных, прежде всего, духовных услуг, ну, нежели духовная семья, которой себя следует посвятить. И консюмеризм становится идолом, потому что мои нужды становятся идолами. Они более важны, чем быть частью сообщества верующих. Друзья мои дорогие, идолы нужно не изгонять, их нужно заменять, иначе они снова вернутся обратно. Если их не заменить Евангелием, любовью Божией во Христе, то дух потребительства нас никогда не оставит. И в третий момент, который здесь в этом тексте видим, это Божий порядок. В церкви, смотрите, Павел говорит, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду. Павел говорит здесь, что еще есть ряд других вопросов, которые стоит пообсуждать вместе с ними. Но сейчас есть более принципиальные вещи, на которые надо делать акцент, и он это делает, и он говорит об этом. Но вот здесь очень интересный момент. Он использует особенный глагол, он даже в русском языке передает эту идею, прочее устрою. Он передает идею приведения в порядок, то есть нужно иметь некий порядок на их собрании. Это очень важно вот в наше время, когда порядок, доктрина подменяется искренностью и спонтанностью. Это считается как признаком глубокой духовности. Павел с этим не согласен. Это на самом деле постмодернистское представление о том, что хаос является признаком подлинной духовности и глубины. Павел, и когда нужно отказаться от формы и структуры, Павел говорит, там, где нету формы и структуры, там, где нету порядка, там никогда не будет глубины, там никогда не будет искренности. Не подменяйте понятия. Это опять обычный постмодернизм. Я слышу иногда людей, говорят, давайте все вот так, чтобы все было как бы неформально, давайте все вот так, чтобы не было так структурно, вот там будет духовно. Иногда это да, но, как правило, нет. Там, где нет порядка, там никогда не будет по-настоящему безопасности, там никогда не будет нужной среды для развития, там никогда не будет на самом деле близости. Не подменяйте понятия. Поэтому Павел говорит, прочее устрою, когда приду. Он видит, что еще много есть разных сфер жизни коринфянов, касательно их даже собраний, где Евангелие не утвердилось, это нужно будет потом скорректировать. Благая весть об Иисусе Христе, она сильная, чтобы преобразовать даже наше окружение. Она широкая, чтобы создать церковную общину из разных людей, и она глубокая, чтобы изменить нас изнутри. Но вот церковные собрания, они помогают нам пережить евангельское послание вновь и вновь, чтобы происходили по-настоящему реальные наши изменения. И вот здесь мне нужно иметь такой хороший, честный пасторский разговор. Я попробую. Во-первых, надо сказать вот о чем. Вряд ли кто-то из нас скажет, что он является последователем компании Apple или Яндекса или Amazon или чего-то еще, что он согласен со всеми их ценностями и даже получил свою доктрину мировоззренческую от них. Но это не значит, дорогие мои, что эти компании не повлияли на нас. На днях я прочитал очень занимательный документ под названием «Руководство по использованию бренда Amazon». Такие документы есть практически во большинстве крупных интернет-магазинах. Очень детально прописанный выверенный документ. Читая его и еще ряд других подобных ему, я увидел настолько ярко, что в нашем обществе существуют понятные, порой хитро спрятанные, а порой очень откровенные культурные парадигмы, процедуры, правила, примеры, истории. Если хотите, я их назвал нерелигиозные литургии, которые формируют наше мышление и наше поведение. Многие из нас это могут видеть на поверхности. Я вот смотрю мультики детские, которые мои дети хотят посмотреть, я вижу какие там ясные парадигмы. Они даже сами мои дети замечают, что порой мультики дублируют одни и те же идеи. Это некая пропаганда, которая вбивает детям мышление и их родителям. Ну вот я про интернет компании стал говорить, интернет магазины. Почему люди покупают товары там? Ну эта платформа помогает избежать нам очередей, просто попав на сайт. Даже некоторые из нас не любят пересекаться с продавцами, они некоторые бывают такие трудные продавцы, я могу сам выбрать то, что хочу и сам купить то, что я хочу. Друзья мои, это вопрос эффективности и удобства. Если вам не понравился продукт, то вы можете его вернуть, потому что мы хотим, я имею в виду интернет-компании, они хотят, чтобы клиент был полностью доволен. Когда вы просматриваете товары, то вы можете их просто отложить, еще пока не помещая себе там в корзину, и можете потом их позже купить. Это, друзья мои, материалистическая фантазия. Не случайно в некоторых магазинах это так и называется wish list. Да, лист желаний. Как только вы сделали заказ, вы можете его отследить. В приложении на телефоне, даже старомодным способом вам имейл придет, и вы это увидите. СМС можете получить. Это удовлетворяет наше желание контроля. Если у вас высокий рейтинг, или вы получили, вы получили большую скидку, вероятно, побыстрее доставку. Это уже вопрос скорости и эксклюзивности. И вот этот опыт, на самом деле, с таком родом магазином влияет на нас очень сильно. Какие ценности он закладывает в нас, когда мы совершаем эти покупки? Эффективность, удобство, удовлетворение, материализм, контроль, самомнение, скорость. И это только некоторые из них. Амазон, Вайлдбери и все остальные, Озон у нас и многие другие магазины опираются на свои литургии, на свой порядок, как они формируют клиента, его мышление, восприятие. Всего несколько криков, и ты уже запрограммирован. Ты еще даже не понял это, но мы теперь думаем, что покупатель контролирует процесс, и клиент очень важен. Это консюмеризм. Понимаете, сегодня существует немало светских литургий в нашем окружении. Они все несут свои ценности, они все пытаются формировать нас, определять наши убеждения. И знаете, нам не предлагают подписать контракт, во что мы будем верить, и как мы будем думать, но мы участвуем во всем этом, методично получаем дозу влияния, чтобы стать такими, какими нас хотят запрограммировать лояльными клиентами. мы становимся такими. Нас программируют. Друзья мои, надо понять одну простую вещь. В нашей жизни, в твоей и моей брат, мой или сестра, дорогой друг, абсолютно нет ни одной нейтральной секунды. Не просто нет ничего нейтрального, ни минуты, ни часа, ни дня, ни недели нету нейтральной. Меня кто-то что-то программирует, формирует. Абсолютно. Что я слушаю, что я читаю, что я вижу, в чем я участвую, меня формируют, меня программируют. Порой пытаются сформатировать. Нет ничего нейтрального. Все продукты, мы все с вами продукты наших литургий, наших процедур ежедневных, ежечастных, еженедельных, мы все сформированы нашими практиками, нашими привычками. И нам следует спросить себя сегодня, какая литургия в моей жизни определяет мою жизнь? Какая литургия оказала на меня самое большое влияние? Ведь литургия, друзья мои, это некий педагогический инструмент, который пытается сделать из меня, из нас, из тебя и меня определенного человека. Весь наш опыт на стадионе, в магазине или в кинотеатре, в фитнес-клубе, и где бы я ни был нацелен на то, чтобы сделать меня каким-то, не только в моем теле, но и прежде всего в моем мышлении. Если говорить про интернет-магазин, чтобы я стал лояльным покупателем. Церковь, она тоже имеет свою литургию, даже если она, может быть, это не сознает. Обычная литургия стоит из четырех частей. Это приветствие, приглашение к поклонению, к общему собранию, это проповедь, это отклик, ну и в конце концов распуска или благословения. Но сначала я хочу показать первую мирскую литургию. Нам это надо понять, дорогие друзья, потому что это принципиальный вопрос нашей жизни сегодня и завтра. Давайте вспомним Бытие третью главу. Многие из нас читали ее не раз, поэтому я не буду все цитировать. Третья глава. Мы читаем о том, как древний змей сатана искушает Еву. Первых людей. И вот Писание говорит, третья глава, первый стих. Ну если вы откроете текст, то это будет полезно, потому что я несколько вещей хочу процитировать. Итак, Писание говорит, что змей был хитрее всех зверей полевых. Это первый стих третьей главы. Он точно знает, что он хочет, когда он начинает разговаривать, задавать вопросы Еве. И говорит, подлинно и сказал, Бог, не ешьте никакого дерева в раю. Друзья дорогие, здесь уже есть целая программа в этом вопросе. Это не просто вопрос ниоткуда. Это не просто случайные для разговора. Нет ничего нейтрального в этом мире. Он пытается здесь сатана породить сомнение, вызвать недоверие в сердце Евы, в ее разуме. Он не сказал, прокляните Бога и умрите. Его литургия очень тонкая, очень подрывная. Какая цель его вопроса? Убрать Бога со сцены для начала и поставить туда Еву, подвергнув сомнению, честности и искренность Бога. Друзья мои дорогие, литургия началась. Это призыв поклонению. Сущность это рождение мирской литургии, светской литургии. Чтобы двигаться дальше, вперед к цели, он говорит в тихо-четвертый, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, который вы вкусите, их откроются голода ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Теперь что он делает? Он пытается формировать их, присоединить уже их, Адам и Еву к своим убеждениям. Как он это делает? Он обращается к желанию. Вы можете быть умными, с открытыми глазами, так что ничего не пройдет мимо вас, вы будете знать добро и зло, вы будете подобны Богу. Вы можете управлять сами собой. Он ускушает ее, обращая к желанию быть осведомленной и контролировать все. Сатана не говорит ей, вы должны изменить свою доктрину. Вы должны стать атеистом, сатанистом, но точно не атеистом. Друзья мои дорогие, дьявол в действительности не хочет еретиков. Он хочет людей, нарциссов, эдаких эгоцентриков, влюбленных в себя и свои желания. Он знает, что если он может заставить нас поклоняться нашим предпочтениям, нашим мнениям, нашим путям, нашим желаниям, то ему не нужно будет выполнять трудную задачу по изменению нашей религиозной доктрины. Она сама трансформируется в угоду нашим желаниям. Он точно доволен христианами, нарциссами. Если его первый шаг это призыв к поклонению, то второй шаг это проповедь ложного Евангелия. Вы можете быть мудрыми, как Бог, вы можете контролировать все, как Бог. По сути, живи для себя, живи то, что хочешь ты. Далее мы видим реакцию Евы на его проповедь, на его слово. Это стих шестой. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала мужу своему, и он ел. Смотрите, альтернативная идея, измененное поведение. Когда она нажимает на мышь, когда погружает свои зубы в сочный плод, нектар стекает по ее подбородку, внезапно ее представления о Боге меняются. Бог это убийца радости. Я не знал, что это такой вкусный плод. Он скрывал от меня все это. Бог это убийца радости. Он не хотел, чтобы мы были мудрыми. Он не хотел, чтобы наслаждались вот таким прекрасным плодом. Бог это законник. Чуть выше она говорит, да, не прикасайтесь даже к этому. Принимая призывы сатаны к поклонению и вера в это лживое ложное Евангелие, будучи сформированной этой хитрой литургии сатанинской, она впервые в своей жизни испытала недостаток. Мы читаем стих 7. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги. До этого у них не было недостатков. Все было хорошо весьма, а теперь у них появился недостаток. Они оба наги. Они оказались нагими. Как они это узнали? Потому что стало для них значимо. Потому что они сменили литургию с Божией на человеческую, сатанинскую. Потому что они поставили себя в центр, поверив ложному Евангелию. Поэтому они шили себе одежды, мы читаем, чтобы скрыть этот недостаток. И вот последний элемент в литургии сатаны, смотрите, призыв к поклонению, проповедь ложного Евангелия, принятия этого всего. Он отправляет их, он заканчивает свое собрание, он отправляет их из Эдемского сада с пустыми руками. Это очень мощная история, душераздирающая история. Она радикальное меняет человечества, наши убеждения, наши практики, наши фундаментальные желания. Первоначальная светская литургия повторялась многократно в жизнях миллиардов людей, включая каждого из нас. Когда мы, становясь жертвой всевозможных человеческих обычаев, представлений, шли на поводу своих похотей и желаний, погружаясь все глубже и глубже в грех и противление нашему Создателю. Какая цель всех этих литургий? Отвернуть нас от Бога, поставить нас в центр и использовать нас. Это мощная сила. Вот почему так важно затрагивать наши чувства и желания, чтобы они не попали в сатанинские ловушки, чтобы в нашей жизни была другая литургия. И вот здесь я хочу поговорить про евангельскую литургию. Библия предлагает нам всем другую литургию, не сатанинскую. И мы ее видим на страницах Библии. Это сотворение, грехопадение, это искупление, это новое творение. Эта литургия содержит также эти важные элементы и молитвы, и пения, и рассказы, и проповеди, свидетельства, письма, доксологию, то есть завершение некое. Первая проповедь Иисуса, она свершилась, мы, как мы читаем, Лука 14 глава, свершилась в синагоге во время литургии, той иудейской. И очень важно отметить для нас, что Божья литургия совершается в контексте собрания народа Божия, а не каждого по отдельности приватного изучения Библии. Нам нужно собрание Божьего народа, чтобы евангельская литургия начала на нас влиять. Они описаны в контексте общинного богослужения, а не частного изучения Писания. Церковь не представляет собой некое сборище, едва между собой связанных каких-то независимых духовно мыслящих людей, это сообщество Божие, которое сам Бог собрал вместе, Божий народ вокруг личности Христа. Вы знаете, почему церковь собирается по воскресенью? Ну, по крайней мере, в нашей стране. Потому что Иисус начал евангельскую литургию. Он утвердил Евангелие воскресных из мертвых. Первый день недели, друзья мои, это какой? Это не понедельник, это воскресенье. Для того, чтобы мы начали литургию на новой неделе не с мирскими стандартами, принципами, убеждениями, а с Божьими, чтобы самое первое наше время встречи было посвящено Богу, чтобы настроить нас на правильную волну, сориентировать наш фокус, внимание на правильные вещи, чтобы не быть увлеченными мирскими, сатанинскими литургиями, которые окружают нашу жизнь и будут окружать нас с понедельника. У некоторых, к сожалению, не начинаются прямо воскресенья, когда они убегают после собрания, потому что у них дела. Есть дела воскресенья, это правда, но если воскресенье я посвящаю не Богу, то значит, я уже давно пойман сатанинскую литургию, которая формирует меня и уже делает меня инструментом не Божьей благодати, а человеческого. Порой разрушение. Иисус формирует новый народ, новую литургию, которая формирует новое человечество вокруг Христа. Друзья, мои дорогие, воскресенье, оно не связано с религиозной обязанностью. Это еженедельная литургия, чтобы нам помочь начать новую неделю с призыва к поклонению, чтобы отпустить нас не с пустыми руками, а с Евангелием, который в наших руках, в нашем сердце, нашим разуме, чтобы мы могли отражать Божий характер, любить Его церковь, искать благо нашему городу. Потому что сатанинская литургия делает нас пустыми и нищими. Божья литургия делает нас богатыми и насыщенными, людьми благословения. воскресными, воскресными, если этого нет, друзья мои, еще раз услышите, нету нейтралитета, нету ничего нейтрального. Если мы не формируемся воскресными собраниями, нашими встречами малых групп, то на это место приходят другие литургии. Сначала они появляются какие-то интересные альтернативы, какие-то неожиданные задачи, какие-то обязательные мероприятия, какие-то программы очень нужны, но потом они полностью подменяют Богом данную литургию, подменяют Евангелие и мы подаем светскую литургию, рутину, порядок, мышление, ценности. Мы начинаем верить ложному Евангелию, что мы центр вселенной, что мы мудрее, чем Бог, и нам уже не нужно собрание, мы все и так понимаем, нам не нужны малые группы, мы и так нуждаемся в помощи, нам не нужно никому служить. Пожалуйста, услышите, дело не в долге, дело не в обязанности быть в церкви, дело в вопросе, где ваше сердце, где наше сердце. Это вопрос отчаяния и восторга. Некоторые люди называют религию костылем для слабых. Я слышал это очень много раз. Но они не хотят сознаться и признаться, что они давно уже ходят на ужасных костылях сами, пытаясь вот в этой сатанинской литургии обрести богатство, счастье и смысл, оставаясь постоянно с пустыми руками. Они ходят на костылях ложного Евангелия, самонадеянности, поторж со своим прихотем и походем. Литургия потребителей, она проповедует нам, что у нас все в порядке, потому что мы контролируем и платим, и мы получаем то, что хотим. Это мышление давно уже в церкви находится. Давайте заплатим, чтобы получить то, что нам хочется, чтобы нам было удобно и комфортно, чтобы нас служили по-полному. Мы ждем, чтобы воскресная школа обслужила наших детей. Мы хотим, чтобы проповедь удивила наш разум, затронула наши чувства, коснулась нашего, может быть, даже сердца, но только в тех сферах, где нам хочется и нравится, чтобы в зале все было готово, чтобы музыка была нам по вкусу. Мы должны уйти удовлетворенными отношениями к нам, скоростью обслуживания и удобство. Но церковь это не Амазон и не Яндекс. Это многообразная премудрость Божия, чтобы показать нам Евангелие, показать нам богатство Божией благодати для нас, нарциссических грешников, чтобы показать нам Иисуса, а не наше предпочтение. Друг мой, брат мой или сестра, как ты борешься с этой культурой потребления или потребительства, с этим индивидуализмом, самомнением, высокомерием, с этим нарциссизмом, который захватывает твое сердце. Как выглядит твоя еженедельная, ежедневная, ежечасная евангельская литургия? Я, наверное, уже вышел по времени. Да, вышел по времени. Простите меня, пожалуйста. Я тоже хотел объяснить, как происходит все это на собрании, но я думаю, что это уже достаточно. Я закончу вот как. Друзья, я отправлю немного финал текста на почту нам. Члены церкви, у вас есть преимущество быть членом церкви, получить от этого пастора. Но вот, что меня поражает в этом финале истории про Адама и Еву. Я бы хотел объяснить смысл нашего воскресного богослужения подробнее, но это вот на почте. После грехопадения у Адама и Евы подошли перемены в убеждениях. Оно сменилось с того, что Бог велик на то, что Бог – это убийца радости и законник, потому что они были самовированы на литургии сатанинской, которая отправила их с чувством недостатка и с пустыми руками. Но вот история здесь не заканчивается. Как и любой хороший родитель, Бог избирает наказание, как для Адама и Евы, но вот он потом делает нечто удивительное. Это стих 21-33 главы. 3 главы, 21 стих. Он говорит, «Сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Почему? Зачем нужна была одежда? Ведь у них была вообще крутая одежда из фиговых листьев. Довольно крутая одежда по сравнению с стандартом. Смотрите, натуральная, ароматная, дешевая, экологичная. Зачем им другая одежда? Понимаете, в древнем мире одежда выполняла роль в некотором смысле кошелька, не в смысле куда складывают деньги, а в смысле имущества, богатства. И это была материальная ценность. Из других источников мы узнаем, что если какой-то сын расстраивал отца и он лишал его наследства, то он говорил ему, повесь свою одежду и уходи. Это одежда моя, это мое имущество, уходи. И вот здесь мы читаем совершенно другое. Вместо того, чтобы наказать вот этих бунтарей, этих предателей, Адама и с Евой, он берет и делает для них одежду и дает им. Мы люди, которые готовы отвергнуть предателя, встречаемся с Богом, которого предали, и он не отвергает их. Его любовь настолько сильна, что Бог готов простить даже самого последнего предателя и бунтаря. Бог явил нам свою любовь, показав ее на кресте Голгофа, где Иисус, его сын, умирал за грехи наши. И Новый Завет нам говорит, что мы верою во Христа, в Его смерть за наши грехи, облекаемся в одежде Его праведности. Поэтому Иисус ведет нас обратно в сад, который утратили наши прародители. Он приготовил для нас особую литургию, особое собрание, особый пир, когда весь мир станет как утраченный Эдем. И великое наследие получат те, которые покорились ему. Светская литургия, сатанинская литургия, мирская литургия отправляет нас с пустыми руками. Но вот евангельская литургия, она наделяет нас нескончаемыми, невероятными благословениями. Пока Павел избегает других вопросов и проблем в Каринфе, но обещает дать им дальнейшее указание, объяснение, когда придет. Но в данный момент он хочет просто, чтобы они исправились, чтобы они вернулись на то, чтобы слушать голос Божий и формироваться Божьей благодати. Друзья мои дорогие, нам нужно не просто обратиться к нашему разуму и не только к нашей воле, нам нужно обратиться к нашим желаниям. Только Евангелие способно пронзить наше сердце так, чтобы изменить наше желание. Тогда и наша воля, и наш разум будут направлены нужное. Нам нужны не просто правильные советы. Нам нужны не просто нужные знания. Нам не просто нужна мотивация, давай, иди делай, докажи всем, если не сделаешь, что Бог тебя накажет. Нам нужны перемены наших желаний. Сатана бил в желание. Когда я наполняюсь Евангелием, тогда мои желания начинают меняться. И это меняет всю мою жизнь. Об этом мы с вами будем говорить дальше. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты извлек нас из рабства греха, из погибельного пути, по которому все мы шли. Мы родились уже грешниками, с грешной природой. Мы жили как грешники, и мы были рабы своих похотей и желаний, как прочие. Будучи поврежденными, в разуме, покоренными в нашей воле, нашей гордыне, самомнении. И Ты богатой милостью, вместо того, чтобы нас за все это наказать и отвергнуть, Ты наказал вместо нас Господа Иисуса, чтобы нас спасти. Подобно, как Ты поступил с Адамой и Евой, Ты не закрылся от них. Но Ты решил спасти их. Ты знал об этом, и Ты это осуществил. Господи Иисусе, мы сейчас смотрим на свои жизни. Многие из нас должны признаться, что не Твое слово, не Твоя любовь, не Твое Евангелие управляет, контролирует и формирует наши жизни. А человеческая логика, наши внутренние греховные желания, они определяют нашу жизнь, кто мы есть. Господи, благодарность Тебе, что через Христа Иисуса мы уже не те, каким мы были, не грех определяет нас, не наши амбиции, не наши достижения, не наши неудачи, не наше поражение, не люди вокруг нас, но Ты называешь нас своими детьми, моим братьям и сестрам друг к другу. Благослови, чтобы наше собрание было таковым. Господи, мы все недостойные Тебя. И все же Ты любишь, направляешь, исцеляешь, корректируешь. Господи, благослови, чтобы исцелялись наши сердца. Тогда и поведение поменяется наше. Благослови, чтобы мы не ходили перед людьми, но ходили перед Тобою. И благослови, чтобы мы не оказались пустыми руками, поверившие в сатанинской лжи. Абреть, что мы не стали людьми, которые пытаются закрыть эти дыры с этими недостатками, когда они плели себе одежды. Но чтобы мы были полностью удовлетворены в Тебе, Иисус, чтобы мы были покрыты Твоей праведностью, находили радость Тебе, чтобы мы были людьми счастья и благословения, а не отчаяния, недостатков. Боже, благослови, всех нас. Ты знаешь, кому, в чем нужно меняться. И некоторые из нас много раз пробовали измениться. Без Тебя, Божьего, ничего не получится. Поэтому нуждаемся в том, чтобы Ты дал нам и укрепил нашу веру, даровал нам благодать, понадеяться, сверх надежды на Тебя, отвергнуть всякого рода греха, который нам известен, и пойти за Тобою. с пустыми руками, с пустыми руками, чтобы Ты наполнил их, с открытыми душами, чтобы Ты насытил их, с смиренным разумом, чтобы Ты исправил, с покоренной волей, чтобы Ты обновил. Благослови, Господь, нас и наше дальнейшее общение, и пусть Твоя евангельская литургия начнется сейчас и продолжится дальше всю неделю до нашей следующей встречи во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok